На набережные Орла потратят 500 миллионов рублей, из них 405 миллионов поступят из федерального бюджета. Новые набережные пройдут по левому берегу Оки от Красного моста до Стрелки, по правому от Красного моста до Дома 88 на набережной Дубровинского. Что касается Орлика, то план такой. По левому берегу набережная займет участок от Подвесного моста в направлении городского парка, по правому от Подвесного моста до Стрелки. Кстати, мэрия планирует провести конкурс эскизных проектов. Случится это в конце лета. 22-летняя девушка, работая в магазине «Канцтоваров», расположенном на первом этаже Госуниверситета УНПК, помогала первокурсникам сдавать сессию. Брала с них деньги и зачетку, затем сама ставила оценки, подделывая подписи преподавателей. Всего на ее счету 9 эпизодов мошенничества. Суд приговорил обвиняемую Дарину Соловьеву к штрафу в 70 тысяч рублей. Криминальный бизнес организовали родственники в Новосельском районе. Ночью они посещали местные магазины, с собой забирали продукты и одежду. От таких покупателей хозяева имели не прибыль, а ущерб. Он варьировался от 40 до 300 тысяч рублей. Их взяли после очередной кражи. Полицейские остановили автомобиль, в нем ехали супруги жителей Липецкой области. В салоне авто были вещи, украденные из магазина. Третий фигурант, он же отец задержанный, сбежал, но вскоре сам пришел в полицию. МВД России объявило о начале всероссийского конкурса «Мама в полиции». Лучшую среди сотрудниц подразделений по делам несовершеннолетних выберут жители страны. Голосование уже идет на сайте kp.ru и завершится 30 мая. От Орловской области участие в конкурсе принимает подполковник полиции Татьяна Землякова, начальник отделения ПДН. Победительница получит необычный приз – сертификат на поездку с семьей в парижский Диснейленд.